Добрый день, Полтавская тротуарня Новына, Александр Демидович. Скажите, вы адвокат пострадавшего, потерпевшего. Да. Как вы относитесь к сегодняшнему решению суда? Сегодня у нас впервые вообще мы услышали решение суда для начала. То есть мы относимся очень позитивно. Мы все время говорили о том, что мы хотим как можно быстрее, чтобы началось рассмотрение по сути, для того, чтобы быстрее добиться справедливости. У нас 9 заседаний, это, можно сказать, один из рекордов в подготовительной стадии. Мы слушались, рассматривали все ходатайства защиты, для того, чтобы все права на защиту были соблюдены. И в результате суд вынес, с моей точки зрения, законные решения, назначенные для рассмотрения по сути. Потому что мы изначально говорили, что нарушений формальных обвинительного акта нет. Соответственно, повода его вернуть нет. И все, о чем говорит защита, должно рассматриваться только при рассмотрении по сути. На данной стадии это было неактуально. С нами согласился суд. А скажите, как вы думаете, долго это еще будете попередиться? Это довольно сложное дело с точки зрения фигурантов прежде всего. Поэтому я уверена, что защита будет стараться каждую стадию затягивать. У нас довольно много свидетелей, они должны явиться. Соответственно, защита также будет стараться каждую свидетельность допрашивать максимально пристально. Но на следующее заседание лично мой прогноз стандартно предлагается первым высказаться обвиняемым, то есть дать свои показания. Я уверена, что они откажутся давать показания на следующем заседании и предложат первым потерпевшим для того, чтобы по ходу менять линию защиты. А вы готовы потерпевших свидетелей привозить с собой на всякий случай, если такое произойдет, чтобы уже быть готовыми? Конечно, конечно. Мы, как сторона потерпевших, готовы дать показания, после чего, возможно, потерпевшие примут решение не принимать дальше участие в судах. Возможно, будут принимать, это будет их право. Но для того, чтобы не затягивать судебное рассмотрение, они готовы к допросу в любой момент. Спасибо большое. Пожалуйста.